Сегодня музей посетили ученики трех сочинских школ. Сотрудниками галереи специально к 112-летию со дня рождения советского писателя была подготовлена мультимедийная презентация. Фотографии, используемые в слайдах, это фонды музея и библиотеки. Они позволили открыть много новых страниц в жизни Николая Алексеевича и его творчества. За эти годы накопили очень много интересных фактов, особенно за последнее время. И теперь мы знаем, что этот миф о том, что Островский был неучим, что он был чумазым кочегаром, который ничего не смыслил в литературе. Это миф, потому что он был достаточно образован и самообразован. И кроме того, еще миф, что вот он, его пролетарское происхождение уже теперь поставлено под сомнение, потому что, когда он родился в Вилле, его отец был не просто уважаемым человеком и принадлежал, ну, к элите, что ли, вот этого небольшого села, он, кроме того, в их доме была прислуга, что он не очень соответствует, соотносится с его пролетарским происхождением. Большой интерес посетителей к уникальному памятнику культуры, сохранившемуся до наших времен в первоначальном виде. В этом доме в 1936 году советский писатель жил и продолжал работать над романом «Рожденные бури», несмотря на то, что он уже был прикован к постели неизлечимой болезнью. Дом Николая Островского, пожалуй, единственный музей в стране, где абсолютно все вещи, мебели, предметы в кабинете писателя, который также был приемным и концертным залом, подлинные. Из этого дома Островский уехал в октябре 1936 года в Москву, где и скончался спустя два месяца. Посетить музей можно ежедневно, кроме среды, с 10 до 18 часов.